Ровно обратная ситуация сложилась в поселках Дружино и Новая Дружино. Уже несколько месяцев у местных жителей, по сути, нет воды. Тонкий ручеек живительной влаги изредка просачивается через краны, но этого не хватает даже на то, чтобы приготовить обед. Почему сложилась такая ситуация, выяснял Максим Кабаненко. Вот открываю кран и вот увидите, что совсем ни капли нет. Засуха в домах поселка Новая Дружино наступила несколько месяцев назад. Вода перестала поступать без предупреждения. Для людей это оказалось существенной проблемой. Все только по каплям или ни капли, ни вообще едины. Вот они, электрические бойлеры для нагревания, даже не набирается вода. То есть даже проблема не только умыться, но и помыться и стирать. Все завязано с водой. А некоторым жителям приходится использовать для нужд дождевую воду. Она идет и в ванную, и на кухню. Ольга Николаевна Гридина посуду моет по старинке в тазике. В кране давно не было ни капли. Воду приходится экономить. Когда ее в следующий раз включат, неизвестно. И вот мы ходим вокруг дома, у нас стоят емкости, набираем. Тут дождевая вода. И вот мы набираем для унитаза. Главное для туалета. Но это сейчас лето, тепло. А если будет холодно, где нам воду брать? В том числе и от подачи воды зависит отопление в домах. Из-за того, что слабое давление в трубах, газовые котлы не могут нормально функционировать. Низкое давление в системе отопления, что больше всего беспокоит. То есть у нас становится котел. Хорошо, что сейчас теплая погода, но когда похолодает, я не знаю, как мы будем отапливаться. Потому что котел все-таки наш, он зависим от давления воды в системе. ЧП сильно удивило людей. Ведь, по их словам, за коммунальную услугу они все платят исправно. Мы считаем, что люди за кого-то страдать не должны в любом случае. То есть люди должны получать тот минимум удобства, на который мы рассчитывали. Мы через управляющую компанию платим деньги. Я думаю, что платят все регулярно здесь деньги. Здесь должников нет. Но воды мы иногда не видим, как я уже сказал, по несколько дней. Аналогичная проблема и в самом Дружино. У Анастасии Авраменко двое детей. Причем один из них еще грудной. Основная проблема заключается в том, что банально невозможно постираться. А ведь детям чистая одежда нужна ежедневно. Очень сложно. Ванну не наберешь, вообще не набираешь. Стираться мы сутками стираемся. Одна партия у нас идет в течение суток стирки. Банально даже посуду мыть очень сложно, потому что воды также отсутствует на кухне. Хотя разные стояки, все равно отсутствует вода. И посуду мы моем обычно по ночам. Когда никто не моется, вода потихонечку бежит. Вот уже с утра стираемся детское белье, соответственно, у нас детишки. Ну и до сих пор мы не можем достираться. Но это вот как бы еще будем надеяться, что мы еще успеем за этот день. А бывает, что мы и сутками не можем постираться. О проблеме знают в администрации Омского района. Чиновники пояснили журналистам омских СМИ, что Омскводоканал ограничил подачу воды из-за больших долгов управляющей компании ЖКХ «Мостовик», которая обслуживает сети «Дружина». Но при этом страдает и поселок «Новая Дружина», жители которого платят деньги в кооператив «Авангард». Получается, что люди стали заложниками ситуации. Если водоканалу нужно как-то получить деньги, да, то есть с управляющей компанией, ну каким образом-то люди виноваты. Ко мне уже обращаются люди, да, то есть с вопросом, как мы можем, сколько нам это терпеть, да, то есть спрашивают, вы хотите, чтобы мы вышли в федеральную трассу перекрывать? То есть, ну, это я не знаю, то есть, но это когда-нибудь случится, да, то есть если этот вопрос оперативно не решить. Как пояснили в администрации Омского района, они обращались и в прокуратуру, и в Омскводоканал. Однако результата это не дало. Теперь управляющая компания ЖКХ «Мостовик» через суд попробует обязать Омскводоканал восстановить подачу воды. Однако первое заседание назначено лишь на 10 ноября. Вот только будут ли ждать жители решения суда, или в ход пойдут уже жесткие меры. Максим Кабаненко, Александр Филиппов, Абком ТВ.